Продолжение следует... 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 Да, я рад, что тебе нравится, собачка Ну, только у меня вот Каска моя, что-то как-то не та самая Не по уставу Ну, понятно, короче, он говорит, типа Ладно, меня зовут, там я пошел Вот тебе форму надо добыл, а дальше ты сам что-то как-нибудь Смотри, что, куда и кого Ну, окей, давайте до начала пойдем Ну, так-то лучше Ну, и что? Так, собака, подожди А, надо скинуть вниз А скинуть пока не ищем Ладно, вернемся еще туда Так, прикольно, что, по сути, мы вернулись в те же самые места Где, помните, тренировался В свое время Отец Мари перед отправкой на фронт Так, ну, теперь Элементарно сейчас все на тапе А, не поскоряйте, который сейчас Нет? Ну, ладно Гуд кебаб Эй, собака И скорее сюда Вот так, умница девочка Так, хорошо Ну, может, и мальчик Откуда ж мне знать Где у нас была запятая дверь? Вот тут И что у нас здесь интересного? Тут мы, наконец, возьмем каску Да, это мне тоже нравится Что-то такое поднял Так, ну, где-то еще не все Но прежде, мы не знаем кода Вот тут дверь А там как раз у нас снаряжение находится А где же нам этот код узнать? Где-то нас наверняка не пускали без каски, да? Давайте посмотрим Да нет, по-моему, что-то мы слишком далеко обратно вернулись Фигня какая-то Хорошо Сейчас что-нибудь придумаем Нет, помощь мне не нужна Спасибо, добрый голубь И знак вопроса Ну и обойду без помощи Что-то такое у тебя? А, нет, отдай сюда обратно Здесь все, собственно, тупик Хорошо, а в этой стороне? Нет Не дает Блин, где же нам код-то этот узнать, друзья? Я прямо не знаю, что делать Как его отгадывать Пока никаких подсказок таких очевидных я не видел А ты не будешь со мной разговаривать теперь после того, как я по форме, я полный Нет, не будет Он тупо здесь стоял для того, чтобы взять ключ Попробуем вернуться тогда все-таки обратно Может быть, нам что-то упустили там в той стороне Или, быть может, теперь, когда у нас есть каска Мы сможем куда-нибудь попасть и что-нибудь там придумать Сейчас поглядим Так Да нет, по-моему, фигня Так и есть Блин, ну где же мне код-то узнать? И что вот это такая за фигня? Мне на поясе ничего нам нужна Что-то ведь явно можно с помощью нее сделать А вот что? Хороший вопрос А то парня бы как-то отличий еще, который там стоит и не пускает меня дальше Может, там как раз какая-то подсказка и будет? Так, ладно Давайте походим здесь, посмотрим, что у нас тут еще имеется Немецкий сладкий жетон 1916 года Сладкий жетон для познания погибших Одна из его частей была съемная А вторая основная часть оставалась на теле убитого солдата Жетоны такой образца начали использовать в конце 1916 года Ну здорово, конечно, это все не то Это все, к сожалению, не то Вот, смотри, какие-то цифры 2, 3, 1 Может, оно и есть? 2, 3, 1 на стекле А, вот, подожди Получается как Так, посмотрим 1, 2, 3, 4, 5 Потом 7 Потом 3 5, 7, 3 попробуем сделать Получится, нет, интересно Так 5 7 3 Нет, что-то не то Только подожди Ну, это явно подсказка Так, первая внизу 1, 2, 3, 4, 5 Правильно Потом 6, 7 Вторая здесь А третья здесь почему-то не подходит 5, 7, 3 Странно Почему так? Или, может быть, он имеет в виду, что Фиг его знает Ладно, попробуем тогда Не 5, 7, 3, допустим А 5, 8, 3, может, что ли Ну Нет Блин Интересно Но ведь окна четко по шифру идут Правильно? То есть 1, 2, 3 Тройка Она третьей идет номером 4, 5 Пятерка первая 6, 7 Семерка вторая На семерку указывает наверх Единица вниз Не знаю 4, 8 4, что ли попробовать? Или как это понимать вообще? Давайте пробуем 4, 8, 4 Если не получит То подсказку используем Первый раз Потому что что-то Неохота постановка втекать 4, 8 А 4 снова нельзя Итак Так Вы не можете включить Систему подсказок Подсвечивания интерактивных предметов Выбрав режим Ветеран в разделе параметра Так, ну хорошо Здорово 3 Ну окей Это я понял уже Так это я сам уже увидел Но что мне это дает Это подсказка Что за бред Подсказка И сейчас не через 30 секунд Не знаю Может пробовать наоборот С конца 3, 2, 1 Это глупо То есть получается 3 Потом 7 И 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Правильно 2 секунды Подсказка исчезла Хорошо Откроем следующую тогда Пофигу Так Ну можно знамя пустить Ну окей Что-то Даст непонятно Давайте опустим знамя Пойдем Сходим Попробуем по крайней мере Это сделать А так у меня Смотрите У меня же С собой другое знамя Точно Вот оно что Я думал Что это такое свернуто Это знамя свернуто было Теперь мы можем поднять А Подожди Как кажется я понял Мы поднимаем знамя В окне его становится видно Логично И теперь Эта фигня Показывает на цифры Значит первая цифра Получается Либо 1 Либо 8 Вторая явно 1 И третья 5 Вот так Наверное 8 Так давайте Значит Начало 8 1 5 Ну вот оно как Я это Блин гадал 8 1 1 5 Да Блин Ну может сам бы допер Конечно Но не скоро бы еще Наверное Я просто не спал Часа 3 От силы Поэтому Туплю Туплю конечно По страшному Так ну что ж При полном бандировании мы Друзья Сломанный французский штык В отличие от более широкого немецкого штыка У французского была игольчатая форма Которая позволяла колоть врагов серьезно повреждая внутренности Пехотинцы которых не устраивал атакующий потенциал этого холодного оружия Покрывали его насечками При извлечении из тела врага такой штык наносил гораздо большие повреждения Да Жестоко Жестоко конечно Ух блин Аларм Тревога Газ В дивизию Не хотел туда идти Нет Не погибай Карл Блин Так Подожди Ох жесть Надеюсь смотри все хорошо Твою дивизию Нужно было так прям на снаряд наткнуться Ох жесть конечно Ох жесть Ох жесть Ох жесть Бедняга Ох ну Ох ну Ох ну Ох, блин, жесть, конечно, что здесь происходит. Надо торопиться, пожалуй. И то самое, что интересно, что против вас же, вашим же оружием. Смирно с газом. Подожди, а там что-то было у нас в двух стороне, нет? Нет, еще мало ли там какая-нибудь. Секретка. Плоская фляжка. Плоскую фляжку можно было носить в кармане брюка или куртки. Солдаты обычно хранили в ней небольшой запас крепкого спирта, угодок которого помогал набраться мужества перед атакой или расслабиться после очередной сварушки. Так. Ну окей, тут у нас есть... Замечательно. Тут начало мне надо зацепиться за него, надо как-то. Как-то сделать. Что-то он никак не хочет. Блин. Может просто надо стоять? Да нет, что-то нифига подобного. Странно. Но он за него не цепляется. Что-то не то значит. Значит что-то не то. Давайте подумаем, что мы могли упустить здесь. Туда ты явно не пойдешь, да? А сюда, пожалуй, я сам не высунусь. Ну что-то как-то печально. Вариантов-то немного, по-моему, остается. И как же быть, друзья? Что-то? Что-то? Купаться я согрели. А, вот так вот, наверное, да? Блин, ну... Офигеть, конечно. Давай. Мало раскачал. Офигеть, подожди, надо еще в так попадать. Отлично. Так-то лучше. Да, родная, это противогаз для тебя. Потому что для меня противогаз остался вот там, слева. Все правильно. Все правильно. Ну так. Молодец. Ну поехали теперь. Теперь нам гас не страшен. Тяжелый германский шлем. Данный шлем пришел на смену остроконечному немецкому шлему, так как лучше защищалось штрапнели. Он был значительно толще французского аналогового обхода, а вот обод прикрывал уши. Компенсацией за надежную защиту стал немалый вес шлема. 0,58 килограмм и 1,32 килограмма. Что сделало его самым тяжелым в истории. Офигеть, конечно. Мне кажется, обратно возвращаться. Может сюда теперь? В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Веми. 9 апреля 1917 года. В небе над Веми Джордж, британский летчик, выполнял для артиллерии разведку германских позиций. В тот день возглавили атаку канадцы. Ну что ж, 3 апреля вперед. Только подожди, посмотрим, что у нас там сзади ничего не осталось. 9 апреля 1917 года. Веми, Франция. Заряжай. Получай. Я понял, вперед, вперед. Так, слушай, пожалуй, надо быть осторожнее. Отлично. Отлично. Так, понеслась. Нет, промах, я понял. Нужно... Сюда ее подвинуть. Итак... Попробуем на 80. Нет, естественно, нет. На 70. По-моему, полтинник надо ставить вообще, мне кажется. Как-то так. Ну, почти четко. С ракет. Давайте 40 вот так поставим. Точно будет нормально. Блин, слишком много. Что ж ты будешь делать? Подожди, куда мы вообще целимся? Может, я что-то неправильно делаю? О, да. Замечательно. Пошел, называется, посмотри обстановку. Пушки там, понятно. Хорошо. Все-таки по этому домику, мне так кажется, надо попасть. А, вот оно что. Мы можем померить таким образом, да? А, 45 примерно надо. А, вот пушки. Так, пушечка у нас одна на пятерке получается. И вторая на 65. Теперь все понятно. Нету никаких у вас секреток, случайно. Что-то есть. Каска Броди. Каска Броди также известна, как каска Томми и антишапнельная каска. Ее носили солдаты армии Британской империи, включая британские, канадские, австралийские отряды. Используясь также американскими войсками при вступлении в войну, характерная форма шлема породила множество прозвищ. Мойка, сковорода, боевой котелок. Немцы называли его Салашуссел, Салатница. Так, значит, пятерка и вторая на 65. Да, так бы, конечно, долго и много бы царился, естественно. Так, поехали. Подожди. 65. Отлично. Одна есть. И теперь вторая. Ну, примерно пятерка. Готово. Ну, так-то лучше. Еще одна. Тут просто надо бежать пока что, зелен-то, по-моему. Там еще и пулемет, блин. Жесть. Ну, блин, бежим, 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 бежим. Ну, офигеть. Твою дожди, нельзя. Жесть. Просто жесть. Да, я понял тебя, хорошо. Не хватает, по-моему, чего-то, да? Такой детали. Я, кажется, знаю, где ее взять. Ее нужно взять с того Салат, который упал. Наверняка. Сейчас попробуем. А нет. Дальше не пускают. Тогда я всем понятно, что мне надо делать. А, вниз можно спуститься. Сначала не заметил. Так, тут нужна ручка. Еще мы сможем повинять пушку наверху. Но давайте сначала найдем еще рукоятку. Канадские монеты. Во времена войны канадцы, не получившие пока независимость, уже пользовали доллары и центы. В 2014 году на монетах очеканился портрет Каларла II. Во Франции канадцы зарабатывали 1 на 1 доллара в день, что соответствовало среднезаработной плате служащего или рабочего. Тут мы не рванем, случайно? Ах, ну. Что-то подсказать мне, что рванем еще как. Ну-ка, можно сюда вставить его просто? А, да, смотри-ка, можно. Ненормально. А больше нам, видимо, ничего и не нужно. Шестеренка на место встала, заработала. Теперь пушка развернулась. Да, мы можем ее управлять. Только вот не видно нифига. Да, летс гоу, летс гоу. Здесь тебе я еще что-то видел. Левее. А, понял, меня авиация направляет. Хорошо. Немножко ниже. Еще левее. Провее. Провее. Отлично. Да, вот уж поистине. Храброе сердце. Фредди настоящий герой войны. А война еще не окончена. Ух ты, блин. Твою же, ты видишь, меня просто предавило танкам. Офигеть. Ладно, да, по-нову пробежимся. Вроде не очень, на дико бежать нужно. Просто нужно быть осторожнее отбегать. Я просто думал, наблюдает, не наблюдает, а у него просто не будет. Полет, оп. Осторожно, снаряд. Лучше, быстрее подходить. Ай-яй. Так, все, нафиг, нафиг, нафиг. Что случилось? Почему я сейчас умер? Ничего не понимаю, почему? А, постой, может быть, мне надо было как-то... Впереди танки бежать, что ли, получается? Он там не перевернулся, может, нет? Может, на ногу, опа. Он там и так, и так переворачивается, я ничего не успею сделать. Там, как свои думают. Что делать тут, не совсем понятно. Ну, скорее всего, там колючки какие-то, или, не знаю, или тоску я не перебил. Попробуем еще один последний, если не получится, тогда продолжим уже следующей серии, потому что просто время у нас кончается. И пора уже, по идее, заканчивать. Ну, да, молодец. Ладно, эта попытка не считается, совсем уж фейлово. Давайте все-таки начинать оттуда. С танка. Жалко, если есть точекпоинт, именно на том месте, где танк перевернулся, потому что приходится каждый раз по новой сбережать. И все-таки сбережать, в принципе, не сложно. Но вот там, пока не понимаешь, что делать, там уже труднее. Ну, я не успел сейчас, как-что. До снаряда увернуться. Так, все, отходим. Теперь давайте думать, друзья. Понятно. О, блин! Меня просто патроном, скорее всего, накрыло. Ладно, друзья, давайте тогда закончим здесь. И, собственно, продолжим в следующий раз это уже место. Спасибо большое за то, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Ставьте большие пальцы вверх. И не забывайте подписываться. Для вас играла Комментируя Валда. Это была игра «Храбрые сердца» на канале Трик Тайф. До новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok